Доброе утро, мир! Сегодня 17 июня, среда. Денис предложил поехать на моей машине, потому что у нас сегодня будет просто сборка мебели. Я говорю, окей, давай без проблем. То есть нам ничего грузить не надо будет, только с собой инструменты взять. Ну я дебил! Такой дебил! Вчера, когда я отдавал машину на сервисное отслуживание, я все, что было в машине, в том числе и ключи от этой машины, убрал себе в сумку, в рюкзак. Рюкзак у меня сейчас остался дома, я только сейчас это понял. Вот когда достал камеру перед тем, как начать записывать, я это понял. Я не могу открыть машину, включить дома. До дома сейчас обратно ехать чуть больше получаса. Фух! Ой, Денис там уже ждет, мы уже все должны выезжать. Сейчас надо будет ему сказать. Это что получается? Мне надо поехать домой, взять ключ, снова вернуться сюда. То есть пройдет уже чуть больше часа. Открыть машину, забрать сумку, а потом мы поедем на сборку мебели. Капец! Блин! Вчера, когда я отдавал на сервисное отслуживание, я все отсюда убрал. Чтобы никому ничего лишний раз там глаза не мозолило. В том плане, чтобы не было мысли что-то красть. Просто от непривычек у меня всегда ключ в машине. А в этот раз вот вчера убрал и забыл обратно поставить. Ладно, сейчас будем решать. Мой косяк. Чистейший мой косяк. А, так может у него есть запасные ключи? Алло, Денис, я приехал, но есть небольшой минус, косяк с моей стороны. Я ключи оставил дома от машины рабочей, прикинь. Просто так лоханулся. Ну нет, тогда еще оба одно ключи. У тебя нет ключей от других, чтобы мы могли открыть, взять инструменты и поехать? Нету? Надо просто ехать и забирать ключи. Сейчас еще потратим плюс сверху. А до дома-то ехать даже больше, 41 минуту. Жесть. Вот ради этого, ради вот этого я потерял почти пару часов. Нам нужно взять наши рюкзаки. Первый. Второй. Да, я рюкзаки уже положил. Там тоже все есть, да? Ну, тиги-диган. Тиги? Ну что? Я так понимаю, сегодня там ворка. Не, у нас... Не, мы правильно ставили все? Правильно. В общем, уже среда. Да, извини, что так это опоздало получается. Спасибо очень. Час езды, и мы уже на Манхэттене. Я там высадил Дениса у клиента. Ну, а я искал парковку. Минут 15 искал парковку, вот, наконец-таки нашел. Так, Денис, по-моему, в этот дом зашел. Так, у нас третий этаж, и идем мы куда-то вот сюда. Так, за мной сидит хозяин, я так понимаю. Мне надо собрать кровать. Дениска собирает там, в той комнате. Так, вот тут у нас тоже коробки. Тут у нас не только кровать, тут у нас еще комод будет. И шкаф, по-моему, будет в этой комнате. Покажи телефон. Мы, короче, ждем пиццу сейчас. Уже заказали. Денис тут стоит, в телефоне что-то делает. А там пицца. Вода пицца. А там вон птица. Ему прямо на телефон. Прям на телефон насрала. Вот она, вот эта птичка, короче, Денису телефон обостровала. И улетает. Ну, нагадила и улетает. Зачем? Там же санитайзеры есть. Возьми санитайзеры, побрызгай. Не фон, санитайзер. Снимай будешь? А? Снимай будешь? Не, ситуация смешная. Забрали пиццу. И сейчас у нас будет обед. Короче, такую пиццу взяли на двоих. И стоит она 21 доллар там с копейками. Называется Альфредо. Сейчас заценим. О, детишки там играют по соседству. На втором этаже кто-то спит. Чудесная, чудесная, чудесная атмосфера. Так, время у нас уже 6.30. Все собрали. Шкаф такой, комод. Шкаф-комод. Кровать. Вот это, это, это. Окей, добрый день. Спасибо. Смешно. Смешно. Смешно, пока-пока. Смешно. Это тоже собрали. Настроил навигатор в Бруклин. Обратно. В сторону офиса. С Манхэттена сейчас поедем. Что-то вон менты опять. Футы менты. Что за такое паршивое слово? Копы. Все перекрыли. Ну, как все перекрыли? Частично. Время уже половина восьмого. Я сейчас еду домой. Заработал за сегодня 150 долларов. Мой стандартный рейд. Плюс нам клиента оставил по 38 долларов. Получается 188 долларов я за сегодня заработал. Итого. Доброе утро, мир. Сегодня у меня выходной. Мы этот день начинаем с продажи очередной кровати. Ну, там уже клиенты подъехали. Сейчас будем продавать кровать. Ну, а дальше выходной день. Будем кататься на велосипедах. Я наконец-то попробую, испытаю его. Посмотрим, что он из себя представляет. Велосипед 2010 года, который стоил в то время 3000 баксов. Напомню, я его взял за 1000. Посмотрим. Теперь будем вместе с Олей кататься. Она на своей бэхе, а я на своем джаенте. Человек писал под именем София. Приехало два мужика. Серьезно? Не, ну, может, это его жена писала. Он сказал, что это вот дочка. А, дочка? Ну, когда я сказала имена София, он такой, типа, вообще, они в моменте. А, все, они идут. Кровать, которую я привез 3-4 дня назад. И было 2. Вот одна уже ушла. Забрали ее за 90 долларов. Queen размер. Люблю продавать в кровать. Место освобождается, деньги приходят. Класс. Ну, то есть, вот, у нас опять место немножко высвободилось. Можно чем-то еще привезти. Правда, китаец уже перестал выезжать с квартир. Он теперь, наоборот, начинает постепенно заезжать, со слов Дениса. Так что, скоро будем обратно все квартиры забивать. И наблюдать за этим опытом, каким образом они будут сдаваться. Интересно их посещаемость. Туристический сезон начинается. Денечку надо делать. Приятно, да, делать 100 долларов в кармане? Да. Чувак говорит, что вчера он купил кровать тоже. Он хотел queen size, а его обманули. Продали ему кровать full size. И ему теперь нужно ее перепродать тоже. Вот. Поэтому он спросил, это точно queen? Да, да, да. У меня, конечно, вот этих досок осталось только на одну кровать. Это full size. И у нас еще одна кровать queen size. Там у нас еще их много, но у меня не хватает вот этих досок. Потому что их брал Денис, он может их продать, сдать. Мне надо найти эти доски. Они тоже, в принципе, не дешевые. Выкуплю Дениса. Выкуплю Дениса, да. Короче, не успели мы никуда выдвинуться. Мы сидели дома, там, за компьютерами делами занимались. И у нас второй клиент образовался за сегодня. Так что сейчас еще один должен быть. Еще один должен быть. Ты же знаешь, как они приезжают. Ну да, насколько ответственны люди, которые пишут по объявлению. Это, конечно, отдельная история. Им надо заехать. Он что-то так, это, долго мудохается. Он уже, не знаю, сколько раз вперед-назад сдал. Тяжело идет. Спасибо. Спасибо. Мой палатин был. Так, ребят, ну что, едем и тестить этот байк. Посмотрим, что он из себя представляет. Короче, вот он велосипед. Амортизаторы Fox. Прогуглил, узнал еще до того, как приобрести этот велосипед, до того, как пойти его купить. Потому что крутые амортизаторы. Еще раз напоминаю, велик 2010 года поставили вот такую водичку уже. Благо, здесь есть вот такой вот держатель. А также я прицепил для камеры вот такую вот тоже держалку. Она у меня тоже была. Я как-то давным-давно заказывал целый пакет. Там разных приспособлений на голову, на грудь и прочее. Немножко опустил всю дужку. Вот. То есть на носочках я могу держаться. На таком уровне, на таком росте я ее оставил. Если посмотреть с такой стороны, то есть она у меня на уровне бедер. Ладно, что, будем ехать и проверять, и смотреть вообще. В парк, да, поедем? Да, поехали. Ох, педальки мне, конечно, надо будет еще купить. Потому что я сейчас на каких-то просто заколючках езжу. Обалдеть, вот это кайф. Такое удовольствие. Такое удовольствие. У-ху, такой классный ветерок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эти держалки окиденные. Удобно? Да, вообще класс. То есть, если так устало держать, вот так держишь. Так устало держать, вот так держишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, сейчас мы наблюдаем, как Артур катается. Он проверяет мой велосипед, потому что там что-то скрипит. Вот. И он пытается понять, что. Пытается разобраться. Мастер велосипедный. У тебя вот здесь, да, скрипит, когда ты кручешь педалями? Угу. Вот эта часть. Да. Какой будет ваш вердикт, профессор? Мне кажется, я нашел. Что? Смотри. Видишь, что тут потерто? А, да, да. Видишь, что тут потерто? И она слишком близко к этой звезде находится. Вот, то есть эта звезда трет вот здесь. Ты что делаешь? Скорее всего, из-за этого. А, нет, погоди. А, это бумажка? Это бумажка же просто, да? Ха-ха-ха. Мне показалось, как будто это просто продолжение вот этой железки, которая скорость меняет. Нет, тогда непонятно все равно. Короче, ребят, кто разбирается в велосипедах, напишите, пожалуйста, откуда происходит этот шум, этот скрип, когда едешь на этом велосипеде. Может, там до маслом смазать, не знаю, каким-то специально. Может быть. Относительно этого велосипеда Giant Anthem X2, что могу сказать? Вот, я на нем катался, уже пару кругов мы сделали с Олей. Мне он нравится, офигенный, он очень мягкий. Я могу ехать как по дороге, так и по бездорожью. Ну, тут бездорожья еще такого не было, я только по траве, по глине, как бы по кочкам ездил, и тоже мягко, вообще офигенно. Единственное, как многие писали в комментариях, когда мы покупали этот велосипед, и я сказал, что хочу себе на двух амортизаторах, тогда в комментариях много людей писало, что скорость будет ниже где-то на 30%. И я с вами согласен, ну, так и есть. Я сейчас это прочувствовал. Я даже, по-моему, когда сажусь на этот велосипед, я чувствую, что он как-то быстрее ездит. Но знаешь, он медленнее гасит скорость. Вот этот велосипед, если перестаешь крутить педали, он уже все, он быстро сбрасывает. Возможно, как раз причина именно вот во втором амортизаторе. Но он классный, он офигенный. Надо вообще разобраться, что тут можно поменять, что сделать, что доделать, может быть, на что обратить внимание, чтобы он прослужил дольше, чтобы он ездил быстрее, как-то резвее, не знаю, чтобы сохранить его состояние. Чтобы его не ушатать быстро, короче. Что вообще вот такого делать? Кстати, когда я увидел вот это и вот это, я подумал, это что, холодная и горячая вода? Но, судя по всему, это для чего-то надо. Вот тут плюсик, тут минус. Его можно подкручивать, крутить. Это, наверное, мягкость, чтобы он мягче или тверже как бы амортизировал. Я так понимаю. Надо будет тоже разобраться, что это за штука такая. Судя по резине, ее, наверное, надо будет уже менять через какое-то время. Тут вот этот ряд полностью, который посередине, он уже такой, видавший виды, потасканный. Боковые зубчики, они еще нормальные, как будто целые. Не знаю, я доволен этим велосипедом. Сидушка у нас бренда Race Face Evolve XC. Руль точно такой же. Race Face Evolve XC. Здесь под карбончик, короче, сделали. В общем, мы уже приехали домой, и у меня на голове просто взрыв на макародной фабрике, потому что ветер в лицо. Артур сейчас поехал испытывать мой велосипед, чтобы узнать, почему он скрипит, и просто сравнить. Вот. Покатались очень круто. Да, вот такие вот дела в кадет связи. Ну что, покатались мы от души просто. Я этим велосипедом очень даже доволен. Буду его изучать над ним, работать, докупать ему всякие приколюхи, все, что надо будет. И, в общем, делать из этого велосипеда что-то, что-то, что будет еще больше радовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!